На братских могилах Действительно, у всех у них миллионов и миллионов солдат Великой Отечественной, павших на полях сражений, погибших от ран в госпиталях и лазаретах. Единая судьба, судьба воина, спасшего нас сегодняшних от жалкой участи порабощенного народа. Воина-героя, воина-освободителя. И это так. Но чем дальше от нас эти военные годы, тем пристальнее хочется посмотреть в каждую отдельную судьбу. Отдельное лицо. Вспомнить не всех разом, а каждого поименно. И пусть из бесконечного скорбного списка павших сегодня пред нами предстанет один из тех, кто не вернулся с этой войны. Илья Михайлович Чуклин. 1907 года рождения. Красноармеец. Рядовой пехотной разведки 295-го стрелкового полка 6-й бригады. Уроженец деревни Йокуша. До войны он руководил сельской потребкооперацией в ряде деревень телевисочного куста. Был призван на фронт в декабре 1941 года. Сыну фронтовика Виталию Чуклину шел тогда 6-й год, но он хорошо запомнил тот день, когда провожали на войну отца. На санях было погружено, там видно продукты питания какие-то, хотя бы ненадолго, потом сено для лошадей. С телевиски они пошли на устье, и женщины, которые провожали, жены, ходили, там крест, так называется, был, до креста провожали их. А обратно потом пришли пешком, а они дальше ушли. Я помню, вот еще что характерно, вот Катерина, она была младше меня, 37-го года, она у него прыгает на коленях, и, папа, поезжай быстрее, я подкатываться хочу. Вот это маленькая еще была. Сначала обошел до станции Раэль, потом на поезде в Архангельск, в районе Жаровихи их укомплектовали в боевые подразделения и вперед на Мурманское направление. Курс молодого бойца новобранцы прошли еще в Тельвиске. Помню, как они учились воевать, были какие-то трещотки типа пулемета, потом деревянные эти винтовки, вечером там масхалаток, бегали там что-то, кричали. Я пацаном, мы тут бегали тоже вместе с ними, вот это было как бы, кто-то там их обучал, кто-то, видно, были такие, которые служили, и вот они, значит, там под горкой, там, в курье. В Заполярье враг пытался в первую очередь захватить главную стратегическую единицу, город-порт Мурманс, куда по морю приходили военные и продовольственные грузы из Англии и Америки. А оттуда они уже направлялись в Центральную Россию. И фашистам во что бы то ни стало надо было овладеть этими территориями. Рядовой Чуклин был определен в отделении разведчиков. Их главной задачей было добывать языков, питать командование 14-й армии данными о противнике. Они ходили в расположение врага, устраивали засады на маршрутах движений немецких патрулей, совершали неожиданные нападения на тылы. Но момент внезапности срабатывал не всегда, и тогда разведчикам приходилось вступать в бой малыми силами. Поэт-фронтовик Семен Гудзенко так описывал чувства воинов, идущих в смертельную атаку. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, и почернел от пыли минной разрыв, и умирает друг. И значит смерть проходит мимо, сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год, ты вмершая в снега пехота. Как раз в одном из таких боев рядовой разведки Илья Чуклин и получил свои первые и последние ранения в ногу юга. В Юкуше был Семен Иванович Копытов. Он, значит, отца с поля боя вынес. Вынесли они, в общем, он уже был тяжело ранен. Он даже не мог сам письма писать. Написало нам письмо врач Яршова. Написал, что если трудно в тельвиске, то переезжай обратно в Юкушу, в свой дом. Стены помогают. Но коровы не отступайся. Любыми путями как-нибудь он знал, что коровы – это все. Для жены и шестерых оставленных в деревне детей, мало-мало-меньше, корова действительно была единственным средством к выживанию. Но и здесь все было не так просто. С коровы приходилось платить установленный государством налог, даже не взирая на то, что кормилец семьи воюет или уже погиб. Лозунг «все для фронта, все для победы» притворялся в жизни строго и бескомпромиссно. Аналог был 280 литров молока. Надо было относить в город. Вот я иду в школу, в ведерке несу молоко. По льду вот идешь, принесешь, там оно все обледенеет. Его там отогреют, выльют там такая линейка. Этой линейкой там замеряют, берут жирность. И вот эта система носить надо было. Так еще кроме этого, нужно 46 килограмм мяса сдать в живом виде. Конечно, знал об этом уже прикованный к кровати тяжело раненый красноармейчуклин. Но даже в одном из последних писем жене он опять ведет разговор о главном. «У меня писать нечего, а ты знай одно, ребят береги. И от коровы не отступайся до последних сил. Живи не печалься, живы будем, снова наживемся. Сейчас беспокойся, как бы достать сено побольше». И это пишет смертельно раненый боец в Мурманском госпитале, в городе, который фашисты нещадно бомбили и днем, и ночью. Семен Иванович рассказывал, что Мурманск так бомбили, что даже он точно не помнит, могли ли сразу похоронить все эти покойников, которые были, умирали в госпиталях, там, палатках и прочее, что, говорит, возможно, что хоронили потом уже, когда-то. Там где-то затихало и все. Да, ну, в общем, сильно подвергался бомбежке в Мурманске. 8 августа 1942 года, через 6 дней после своего 35-летия, рядовой Чуклин умер. И по условиям военного положения был захоронен в братской могиле вместе с десятками и сотнями собратьев в оружии. Теперь его имя, наряду с другими рядовыми героями, навеки высечено на плите братской могилы одного из мемориалов Заполярного Мурманска и скромно мобилиски павшим землякам в селе Тельвиска. Они не дожили до победы, не изведали счастье ремесел, не увидели, как становились на ноги их дети и внуки. Они остались только в тревожной памяти родных и близких людей. Но голоса каждого из них и сейчас звучат в строчках фронтовых поэтов, которые, как никто другой, могли выразить чувства солдат, шедших на смерть за свою родину, за свой народ, за своих родных и близких. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. Редактор субтитров А.Семкин